Кьербай, уйдя из Астрали, сделал их лучшей командой мира. Этот тезис гулял по интернетам, но после этого Кьербай оказался в Норсе. Возможно, он не главный фактор успеха этой команды на турнире, но один иск как минимум. Слушай, у меня вот интересно. Ты все речи, которые говоришь, когда на тебе камера сразу же в самом начале, ты записываешь изране, да? Чистейший импровиз. То есть ты сидишь, думаешь, так, сейчас я скажу и поехал. Да, да, да. Ну вот, что есть, того не отнять. Ну, просто смешно все, да? Да, я знаю. Неплохо получается. Спасибо, спасибо, стараюсь, друзья. Ну что, серия Best of 3 между командами Маус Спортс и Норс. Ну, тут все не так однозначно. Вообще не однозначно. Двузначно. Да. С одной стороны, можно выделить команду Маус. Почему можно выделить? Потому что они обыграли Фейс после первой карты 16-1. Потому что они в первый день просто таких наполучали лещей, что потом собрались и всем теперь раздают налево и направо. Ну, все, там можно выделить и всех игроков. Понимаешь, там пять игроков, которые хорошо играют. В отличие от НИП. Да, там есть Найк Складчер. Санни, который вот зажигал. Помнишь, что он творил вчера? Ну, да, но к Санне до этого были проблемы, что он просто бегает на плюс-в, как Деннис. Ну, нет, он по грамоте играет. Оскар, который СВП очень хорошо отыграет, но при этом может взять крокодил. Как бы у них вся команда. Крис Джей, вот единственный человек, который очень хорошо играл на протяжении последнего полугода. И на этом турнире играет так средне для него. Он обычно играет лучше. Вот с ним что-то пока неладное. А так они все в форме, все играют отлично. Ну, молодцы. В этом можно выделить. По поводу оппонентов, ты говоришь, что у Норс, что у них можно выделить? Единственный минус, который я считаю, это вот недавняя замена, да? Да. Которая, как мы сказали, 8-го числа произошла. 8-го августа. 8-го августа. Ну, очень маленький срок, чтобы знать, так сказать. Но при этом они все время сидели на буткемпе, да? Ну, я так думаю, что они сидели на буткемпе, потому что... Судя по их игре. По их игре, потому что они... К этому чемпионату... Как будто замены не было. Они к этому чемпионату подошли с новыми фишками, с новыми раундами, с новым настроем. Даже вот, который открылся очень хорошо. Парень такой, как Глейд, по-моему, да? Он играет за Норс. Эйзи стал попадать. Очень серьезные вещи. Потому что раньше, когда команда Астрали сыграла, эти люди не так сильно выделялись. То есть я не видел того же Эйзи, да? Если брать историю, то он... Он играл в каком-то сильном коллективе. И потом он перешел в Норс как усиление состава. И потом где-то он потух и не мог реализовываться. Но вчера он против Нави крышу сдул нормально. Обратите, кстати, внимание на пики баны карты. У нас в баны уходят оверпасс и кэш. Маус Спортс пикают второй Даст, а Норсы пикают Инферно. Что, в принципе, не является неожиданностью. Норс во время всех трех игр, которые они сыграли на этом турнире, против Тайлу, против Астралис и против Нави, постоянно берут Инферно. Но тут все пока указывает на 2-1. Я думаю, что команда разменяется своими пиками на этой карте. И все будет решаться на третьей. А на третьей, ну, чашка сказать. Ну, я так думаю. Ну, тяжко, тяжко. Обе команды Мираж играют одинаково. Но по Дасту есть один косяк у Моузов. Когда у них плохая экономическая составляющая. Когда нет двух АВП за защиту. Когда Крис Джей и Оскар играют без АВП. Вот тогда начинаются реальные косяки. Тогда, наверное, у каждой команды будет проблема. Когда ты можешь купить АВП. Два. Два АВП именно за защиту. Два. Они шикарно играют, когда Крис Джей играет на Б, а Оскар там бегает на А. А против кого они играли на Даст на этом турнире? Они же играли. Да. Ну, и там как раз была проблема у них с бэк. Оскар не мог на АВП себе нафармить. Вот, кстати, к разговору об АВП. Вчерашний матч Норс против Нави, в котором украинский коллектив неожиданно для, наверное, большинства зрителей Counter-Strike потерпел поражение. МСЛ со снайпой шикарно отыграл. Вот мне вот этот момент интересен. Это все-таки будет выстрел одного дня или он нашелся? Мне кажется, знаете, что там какая-то там была логика, что МСЛ, ну, у тебя проблемы там со стрельбой, на тебе самое легкое оружие в игре, попадай с него. Ну, так далее бы ему вообще не знаешь, что дробовик попадет 100%. Нет, ну, АВП. Ну, как бы, а кто стреляет у Норс с АВП? Я это увидел, первое, это я увидел на трейне, он начал брать АВП. Второе, я увидел на Инферно, что он начал держать бэй, начал стрелять с АВП. Таст я не видел, они не играли. Они, в принципе, сыграли на этом турнире. Свободно они вышли из группы, да, с первого места сыграли стыковочные, где мы увидели МСЛ с АВП, и что. Сейчас будет Таст, а там будет интересно, потому что я... Ну, он не такой сильный АВП, но он попадает, в принципе. Ну, это не его амплуа. Ну, с него очень легко попадать. Ну, да, когда ты это говоришь, то да. Кстати, Мау Спортс играли с АШР. Да, с Хэлл Рейзерс, я вспомнил, как все радовались. Воксик, Воксик, даже, да, и уехал. И также был Даст против Фейс, на котором как раз Мау Спортс вернулись после абсолютно провального кэша. Вот мне, на самом деле, с моральной точки зрения, вообще интересен этот момент. Насколько надо со свежей головой подходить к игре к следующей после такого провального поражения. Но вот немецкий, но при всем, притом интернациональный коллектив с этой задачей справился. Ты знаешь, лучше проигрывать 16-1, 16-3 вот с такими счетами, чем 16-14. 16-14 намного обиднее проиграть, чем просто когда тебя... Ну, понимаешь, когда тебя выигрывают 16-1, ты не успеешь даже разыграться. А 16-14 уже как бы более-менее разыгран. Но по морали больше бьет же. Ну, не знаю, что... Особенно ты вот ведешь такой 13-9. Это зависит от человека. Что тебя больше угнетает? То, что ты взял всего один раунд, тебя просто катком переехали? Это был пик соперника. Или то, что ты в борьбе проиграл? Соперник хорошо подготовился. На своем пике я лучше играю, я сейчас подготовлюсь. И все. Тут можно найти как хочешь. Тут зависит от людей. Да, окей. Мне, например, 16-14 намного неприятнее проиграть, чем 16-1. Ну, при всем притом, наверное, там разговор был не столько о том, что неприятно, сколько о том, чтобы забыть это поражение побыстрее и вернуться в игру, с чем Мауспорт, кстати, справились. И еще Снак справился с тем, чтобы найти свою игру. По крайней мере, во вчерашней серии он уже начал показывать, ну, близкий уровень к тому, что он во время своего прайма Virtus.pro делал, но до этого на турнире он не демонстрировал выдающихся результатов. Вот со временем Снак все-таки возвращается в игру. Тут, знаете, еще зависит после проигрыша, что делает команда, когда она выходит на улицу и обсуждать. Если она продолжает вспоминать те раунды, которые они отдавали, как они ужасно играли, что нам теперь делать. То есть следующая карта у нас еще не началась, но они продолжают говорить о чем? О прошлом. Если команда выходит на улицу и говорит о будущем, то есть ребята не расстраивайтесь, у нас еще одна карта, как говорит Олег, да, давайте там и у них выиграем, и настраиваться позитивно, тогда как бы есть смысл. А бывает, что наоборот все происходит, и все споры, которые происходят на улице, обсуждения, все разбираются, кто же все-таки у нас косячил, и кто же у нас был виноват. Говорить о будущем. Для кого-то это залог успеха, а для кого-то это работа. Это работа для аналитиков и талантов студии RUHUB, которые принимают участие в нашем конкурсе, друзья. Мы напоминаем, что сегодня будут подведены итоги конкурса прогнозистов всех талантов, которые работали у нас на турнире, и победитель получит вот этот пистолет, который, кстати, на фоне пола страйка не так хорошо, старик, прошу прощения, не так хорошо заметен. Прости, дорогой, господи, потом поговорим на эту тему, если будет что сказать. Да, все, руки за голову. Виноват. Ну что, карта DAS 2. Кстати говоря, на DAS команды не так давно, 28 мая 2018 года, на пятом сезоне Star Series встречались, и тогда они играли овертаймы. 19-16 выиграли Maus Sports. Это о чем-то говорит, в принципе, не так много времени прошло. Но при всем при этом, Mausa тогда играли со Stika в составе вместо Snax, а Norse играли с Merce. Это много о чем говорит. Во-первых, прошло время, во-вторых, поменялись игроки в команде, новые тактики, новые позиции, новые отыгрыши, новая атмосфера в команде. Всегда замена игрока на что-то влияет. Но повлияет она в худшую или лучшую сторону, это мы узнаем потом, со временем. Даже когда тебе в команду приходит игрок, ты о чем-то мечтаешь, думаешь, сейчас все поменяется, сейчас мы начнем играть лучше, все будет хорошо. Но когда приходит игрок, возможно, станет все намного хуже. Допустим, в команде Norse сейчас пришел Ника, может, от него и ожидают что-то грандиозного. Но, как мы подметили, он не реализовал и не показал себя нереальным киллером, который каждую игру набивает плюс 10. Но, возможно, он придал какой-то плюс-другой в атмосфере, допустим. И что-то в этом роде. Так что, как ты спрашивал, поменялось ли оно что-то? Да, конечно, поменялось. То есть сейчас мы можем увидеть совершенно два разных коллектива. То есть результат вот этой серии игр в рамках Star Series 5 сезона, он не такой показатель? Ну, это показатель в том еще смысле, что команды примерно играют на одном уровне. То есть какие бы там замены бы не были, то есть команды играют на допах, команды друг друга достойны. И, в принципе, то, что они здесь встречаются, это логично. Ну, вот на самом деле, если говорить о замене, то команда North, равно как и команда Heroic, наверное, все-таки приобрела больше, чем потеряла с этой заменой. По крайней мере, тот факт, что North дошли до полуфинала, это неплохой результат для них, учитывая то, что летом команда выступала много где, но по факту единственным успешным результатом для них стало первое место Dreamhack Open Valencia. Оно, в свою очередь, Heroic, наверное, мы обсуждали это вчера во время студии аналитики, добились своего максимума на данный момент, заняли 5-8 место этого замечательного турнира. Так что, наверное, можно сказать, даже несмотря на то, что Ника статистически не вывозит, команда в хорошей форме находится. Наверное, хорошо подготовились к этому турниру. Наверное, они будут кэмпелись. Может быть. Но я надеюсь, если они все будут кэмпелись, все знают, тогда они знают слабые ошибки, слабые места в Моу Спортс. Они показали? Такие, как занятия длины. Помнишь этот вариант, когда против Hellraiser всегда провал был в Моу Спортс, они ничего не могли с этим сделать. И на ранних таймингах просто ничего не получалось. У нас начинается превьюха второго полуфинала, в рамках которой будут представлены обе команды. Моу Спортс со своей новой формой. На самом деле, я еще не был в студии аналитики, когда Моуза выступали. И вот поделитесь своим впечатлением от этой формы. Мне кажется, она выглядит здорово. Ну, неплохая форма. Мне всегда больше нравилась форма, конечно же, у Норс. Не знаю почему. Потому что она более так, наверное, в футбольном стиле выполнена. У них же номера еще сзади. Ну да. Она очень выдержанная такая, строгая у них получается. А Моуза, в свою очередь, как-то отошли от стандартов. Вот это... Так. А, это Санни рассказывает о том, как команда возвращалась после провальной игры на карте кэш. Они вышли на улицу, пообщались друг с другом, выдохнули и со спокойной головой вернулись на карту, получается... Нет, Трейн был третий, на ДАС второй, они вернулись, и которые они выиграли со счетом 16-11. Вот, кстати, Санни, да, вот в прошедших матчах на этом турнире практически в каждой второй игре топ по фрагам и вообще настреливает абсолютно шикарно. Регулярно в паре с Робсом, кстати, который также замечательно выступает. МСЛ говорит о том, что команда работала очень серьезно, и, наконец-то, это начинает приносить свои плоды, что не может его не радовать. Классный пистолетный хайлайт от Эйзи, который, кстати, вот, про которого тоже мы сейчас с вами поговорим после того, как превьюха закончится, просто потому что его перформансы на этом турнире на каком-то абсолютно сумасшедшем уровне, и если Норс дойдут до финала, и там Эйзи выступит в том же ключе, в котором он это делал в течение прошедших матчей, то, наверное, он главный претендент на статус MVP турнира будет с такой игрой. Наша команда может стать сюрпризом для соперников, и, несмотря на то, что мы не фавориты, мы все еще можем выиграть на этом турнире, говорит Клиер. Серьезно, я просто так рада, чтобы вернуться в эту статус. Мы надеемся, что фейн-сопорта, и, наверное, сейчас уже не особо актуально говорить о том, насколько следует выкладываться в преддверии мейджора, полить стратегии и все такое. Все-таки на таком этапе турнира уже надо, наверное, играть на все сто процентов. Если бы ты играл бы и на сто процентов, ты бы, наверное, уже бы вылетел. Ну да. Скорее всего так. Команда расходится по кабинкам на этой великолепной сцене в Стокгольме. Мне, на самом деле, очень нравится цветовое сопровождение этого мероприятия. Еще открытие вчерашнее, на котором представление каждой команды сопровождалось светодымовым сопровождением, скажем так. Оно было под цвета команд, и весь стадион практически окрашивался в эти цвета. Выглядело очень здорово. Ну что, круто сделали. Ничего не скажешь. Выглядит, на самом деле, да, шикарно. Здоровенный кубок. DreamHack Master Stockholm стоит на сцене. И уже сегодня, кстати говоря, мы узнаем, кто этот кубок поднимет над своей головой. Команда Mouse Sports. Пятое место в рейтингах LTV. Лучшая карта Train, которой, кстати, в этой серии мы не увидим. Но на Train'е Mouse играли. Играли вот как раз против FaceClan. Эту серию, которую они выиграли со счетом 2-1. Больше Train'ов от них мы не видели, но видели от North. North играли против Na'Vi. Первый Train со счетом 16-3. Разгромная абсолютно победа. Na'Vi, к сожалению, не нашли свою игру против датских соперников. И покинули турнир с 5-го в 8-го места, что, конечно, не является удовлетворительным результатом для команды. Ну да, на самом деле, господа, уже достаточно скоро начнется игра. Можем переходить с вами к предикшенам. Я считаю, что эта серия, ну вот, на данном этапе совсем не такая однозначная, как была предыдущая. Astralis против NIP. Ну то есть обе команды, в принципе, способны выиграть эту серию. Но все же, каковы ваши ставки? Толя? Я только хотел сказать, Сергей. Я описывал ситуацию в командах. И по индивидуальному скиллу, мне кажется, сильнее будет Моуспор. За счет этого они и выиграют 2-1. У меня противоположность. Я скилл и роков не учитывал, я учитывал... Командные действия. Командные действия и какой-то боевой дух, я не знаю. Мне кажется, что команда Норс как-то посильнее выглядит. Мне кажется. Там есть Эйзи, который открылся в турнире. Там есть Гейт, который показал тоже. Мне очень нравится, как он отыгрывает индивидуально. Очень все оперативно у вас развивается. Команда Норс только что выиграла ножи и выбрала сторону защиты на карте ДАС-2. Ну это на ДАС-2 не решается, кто за кого начинает. Ну то есть, в принципе, это просто как факт, что они будут начинать за контеров и все будет решаться по игре. Контеров. За контров, хорошо. Ну господи, вот посидел бы спокойно, не обращая внимания, и все. Душат, просто не оставляют никаких шансов. Так, контеры и терри. Терри. Спасибо, друзья, спасибо. Ну ладно, мы к матчу пока еще не переходим. Вот мне, вот вы подняли тему только что, что одна команда сильнее по индивидуальному, с индивидуальной точки зрения, а другая с точки зрения командных взаимодействий. Какая, по какому? Моу-спорт индивидуально сильнее, я считаю. У них есть Оскар, который хорошо с ВП играет, Крис Джей, который также с ВП хорошо играет. Это минус, в отличие от Норс. У них МСЛ, который просто умеет играть с ВП и все. Просто умеет держать ВП. Как рассказал Сергей, самое легкое оружие, нажал кнопочку, прицелился и все остальное. Там парни еще умеют бегать с этим оружием, так что тут бонус нереальный. Это вот один из плюсов. Дальше примерно идет равное. Ну вот, если, Сергей, ты выделяешь Глэйва, да? Ну да. Ну и я также могу делить из Моузов Сани, примерно они по уровню. Давай мы не будем торговаться. Торговаться мы будем после игры, потому что прямо сейчас мы переходим к просмотру. Эту игру для вас прокомментируют God Mint и Sleep Some While. Вам слово. Забираем. С большущим удовольствием забираем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Слипчик, с вами Олежка. Какое же классное Best of 3 будет прямо сейчас. Второй полуфинал, на мой личный взгляд, это чуть ли не самый лучший матч, который должен быть на самом деле вообще на всем этом турнире. Я от него жду, если честно, очень многого. Да, мы ждем очень крутого вообще противостояния, борьбы. Всем еще раз, конечно, привет. У нас сегодня такой, ну, наверное, даже, вот как выражение, один из, наверное, интригующих полуфиналов, потому что, да, финал будет по-любому яркий. Команда Астралийс лучшая, команда планеты будет сражаться против одной из этих команд в гранд-финале, DreamHack, Стокгольм. Ну а мы посмотрим, кто это будет. И уже карта даст два. Выбор команды Моуспортс, где Норса тоже показывали неплохие продажные результаты. Уже есть драк от Ника, Оскар находит размен по Эйзи и погибает на стримбой. Робс, разворот, и это хэдшоп по Оскару. Вот это полеты здесь полетели интересные. Робс и Крижей остаются против Маркуса Кебю. Один в два играет. Сей господин выходит, а разворот... У-хо-хо-хо-хо! На 180 MLG что-то! А еще одного! Да что ты делаешь-то, Господи? Крижей все-таки его убивает, но это было суперопасно. Маркус был очень крут... Да, согласен, надо зарядиться. Здесь он потратил, наверное, очень много энергии на этот раунд. Но было очень круто, и какие развороты показали обе команды, которые просто ответили теми фрагами на неосторожную и неточную стрельбу оппонентов. По итогу первый раунд для команды Моуспортс на собственном пике в атаке. И как нам сообщили, да, вот как раз-таки Норс, выиграв на жив, взяли себе сторону Диффенса. Но это небольшая проблема для Норс. У них хорошая защита на всех картах, особенно карте Д'Инферно, что мы вчера наблюдали против коллектива Нави, да и не только. И против команды Астралис там тоже был Инферно взят. Так что проблем с этой карты нет. Вот в чем мы с тобой еще, наверное, в минимуме сойдемся. То, что Моуспортс обязательно нужно брать ДАЗ-2. Да, согласен, кстати говоря. Потому что иначе потом что-то развал башки будет. Трипл, кстати говоря, скаут, между прочим, от команды Норс. Прилетает от Оскара здесь по Ника. Но Ника не умирает, потому что Оскар тоже скаут. А эта штука с первого выстрела не убивает, только в голову. Ну и здесь, на самом деле, защита вполне оптимальна и стабильна стоит из того, что я вижу. Единственная проблема, что немножечко, наверное, аплэнт проседает. Но вообще на шарте здесь, что МСЛ, у него хороший пистолет. Он, я думаю, будет помогать в ближайшее время. Вот эта ХЕ-шка может вообще хоронить Ника, если он будет неаккуратен. МСЛ пытается стрелять, у него не совсем получается. И Ника здесь будет очень-очень сложно выжить. Но он пытался дать хотя бы один выстрел со скаута из-за плента. Ничего не получилось. Остается всего лишь два игрока команды Норс. Это Вальдемар и Эйзи. Оба скаута. И оба пытаются заставиться. Убегает Эйзи, хотя мог получить пятку от Криса де Йонга. Но спасаются оба. Еще и Чешка, которую можно будет дробнуть тиммейту. Которая останется, вероятнее всего, без чего-либо. МСЛ уже откладывает на стабильскую винтовку. Себе 1250 у него имеется. По ножичкам. Ах ты, прилетает ответочка. Ну, пытается, да. Носочечек тут чей-то найти, Вальдемар. Но на самом деле, я не думаю, что стоит настолько сильно рисковать. Вы же можете эти скаутки унести. И Чешку, кстати. Не просто скаутки, а еще и Чешку. На ваш экономический третий раунд. На первой половине. И попробовать как раз в три замечательных дополнительных девайса, грубо говоря. А не фулэка, да? Что-то разыграть. А с учетом того, что это ТАС-2, и здесь есть несколько очень-очень длинных, я хотел сказать, коридоров, но вообще-то открытых пространств, да, просто длинных коридоров, по сути, закрытых скайбоксом, то можно нормально наставлять и на третьем раунде, короче говоря. Да, там есть и второй армор. У Эйзи можно с Чешкой побегать, оставив тиммейту что-нибудь поинтереснее. Нет. Ярби с Чешкой. Ну и, соответственно, Эйзи плюс Вальдемар будут отрабатывать со скаутами. Вдвоем попытаются надамажить игроков. Как раз таки вот эти самые Чешки, точнее одна Чешка, Юспы могут в дальнейшем просто добить раненых, хотел сказать, зверей. Хотя, наверное, в какой-то момент команды как звери. Не попал Вальде, не попал. Не, вот здесь, конечно, противостояние будет реально по-настоящему зверское. Эйзи, во, минус 0 ксг, то есть вот скаутка работает. Как-то еще попытаться это все раскрыть. Вальдемар прямо на хаешку набежал. Да, слушай, очень больно. Слушай, это прямо очень больно без армора. Это прямо, ну, можно было и жизни лишиться, если бы еще хаешка попала по телу, и там один хп или даже того меньше Санни присылает. Хороший хэдшот по к Ярби. Вальде неаккуратно сыграл Датчанин, но и сейчас 4 в 4 по-прежнему у Норс нет никакого преимущества. Да и не было, наверное, даже в этом раунде. Все-таки два скаута, нужно как-то попытаться еще реализовать. Вальдемар 3 хп, там буквально один выстрел. А прикинь, сейчас хэдшот поставят. Ну-ка, ну-ка, мне даже интересно. Вальде, твой выход, дорогой друг. Прям всю силу собрать в этот один фокусный выстрел. Попал! Не попал! Ай-яй-яй, еще, еще, еще! Терпеть! Все-таки убил. Вальде сделал просто на 100% все, что он мог. Наверное, даже более чем. Теперь Ника находится на аппленте. Правда, он один. Необходимо помощь. Ну, побыстрее, ребята, из команды Норс. Как-то побыстрее необходимо Ника помочь. Не получилось. Так, у Изли что-нибудь. А, здесь МСЛ. Эйзи еще очень далеко находится. Айзи, по-моему, что-то как-то вообще совсем загулял. Он даже будет не особо вовремя. Бомба будет точно поставлена. 2 в 3. Да, но там еще и с Наксу прилетает прострел через бокс. Видимо, капли крови. И еще и Робс получает по голове. Но остается последний Эйзи. Ни шанс кого-либо убить. Становится совсем призрачным. Хотя нет. Эйзи. Хедшот. Сьюспа. Один. Второй. Второй присылает. Но Робс погибает. Точнее, от Робса погибает Эйзи. Это минус 4. В третьем раунде. На третьем раунде. От коллектива Норс. Это неплохо. Это... Вообще-то это очень хорошо. Я бы сказал. То есть, вот они попытались все-таки поиспользовать свои сохраненные девайсы. Я бы, наверное, ожидал меньшего. А получилось даже больше. Норсы действительно в какой-то совершенно катастрофически сильной форме. И Мошам стоит принять его внимание. И точнее, не просто принять, а в смысле постоянно держать это в уме. Потому что иначе команда Норс не будет их прощать. Девайсный раунд очень важный для команды Норс. То есть, сразу же вернутся они в игру сейчас или нет. Узнаем. Сегодня. Сейчас узнаем. Так. Ну, пока без критов Норс. И в этом раунде не точно не появится. Уже нужно будет действовать на стрельбу. Либо же как-то очень быстро организовать ретейк. Желательно предварительно взять и поубивать большую часть команды Моу Спортс. Соответственно, чтобы было преимущество. И поменьше шансов помереть-то в этом раунде на одном самом ретейке. Если вообще дойдет до установки Плента. Для Моу Спортс. Хотя Моуза, опять же, как и вчера, разыгрывают довольно интересно через лонг. У них вчера было очень много раундов через эту позицию. Но, в принципе, почему бы и нет? Как говорится-то. Так. Я вижу, что смок, судя по всему, полетел на КТ. Если я ничего не путаю. Хотя вот не увидел я то, что на КТ раскрылся. Наверное, путаю тогда. Ребята кинули немножко другие смоки, судя по всему. Оскар заметил Нико. Он заметил. Слушай, голос алмаз вообще. Да. Хотя Ника должен был, наверное, первым. Ну, был в итоге Оскар первым. Не, ну тут дедушка работает, конечно. В итоге четыре человека у команды Норс остается. И будет вот без Ника на самом деле будет действительно сложнее. Интересно, куда пойдут. На шорт или пойдут? Или они просто, по сути, пошатали Аплента. Можно как-то засплитить там и так далее. Ну, видимо, это действительно будет лонг-эй. Оскар еще МСЛ убивает. Да что ж ты делаешь-то? Щип прострелом через бокс, по всей видимости. Нашел голову снайпера команды Норс. 20 секунд. И Норс принимает решение просто-напросто уйти. Снайперскую винтовку не засейвить. Ну и неплохо Моуза, ну даже не Моуза, а Оскар постарался. Он сделал два минуса. Заметил одного. Порастрелил второго. Это принесло еще один раунд в копилочку коллектива. Моусспортс на своем пике пока что в атаке. Четыре раунда. И весьма неплохо. Нужно будет брать, наверное, и пятый. Хотя Норсы вряд ли будут форсить события в следующем раунде, потому что денег на Эмки не хватит. Там будет по 2950. Надо сейвить то, что осталось, но на них уже ведется охота. И здесь, конечно, надо включаться в экзит-фраги вот эти вот. То есть надо защищать сейчас честь, достоинство и свою жизнь. Но вот через узкую единицу неужели вы пойдете, ребята, из Моусспортса? То есть точно вы пойдете или нет? Да нет, они не понимают. Да, 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 потому что это глупость какая-то, согласен абсолютно. И в итоге не пошли. Да, Норсы сохранили, три человека. Нет, это хорошая ситуация. Они просто посмотрели где-то издалека, нет ли там кого-нибудь. Сами понимают, что нужно экономику себе сейвить. Там Оскар, я даже не знаю, каким образом он заметил. И отлично второго тоже забрал. МСЛ увидел. И со своей реакцией хотел бы сказать, что дедульчий, но реакция Оскара замечательная. Он вчера показывал себя с лучших сторон против команды Фейс. Просто Оскар номер один. Да, согласен. Очень хорошо. Ну, в смысле, Моусспортс тоже включается. Причем очень-очень-очень сильно серьезно. Опять же, я еще раз повторюсь, просто это реально, по-моему, суперкрутое Best of 3. Еще команда немного подразгонится и будет совсем жарило вот это еще. Так, режим вместе с товарищами. Будут ли забираться на Xbox и будут ли забираться на Short? Ну, не все, не совсем, да? Потому что страшновато прямо сразу идти. Поэтому идут по одному. О, Саня второго туда же не получается. Получилось! Он его добрал. Господи, я думал, что он его отпустит, но он его просто взял. Да ты что, ты делаешь-то? Трипл килл. У меня прям флешбек с игры команды Астралис, где Дюпри, где Гитрайт. Вот эти вот парни, которые в одного просто брали, выходили и делали грязь. Ропс! Погибает от Вальдемара. Саня идет за квадрокиллом. Он, понимаете, находится один за паретом. Оскар, ну что ж ты делаешь? Взял, украл. Украл, да, просто взял, украл. Ника остается последний. Снак своего будет закрывать, скорее всего. До свидания. Ника, до свидания. Это пока что 0-5. И все довольно сильно. Во! Двое там товарищей сидят. Как-то им одиноко повыдло немножко. Хотя вроде весело. Вот это вот интересная история. То есть Саня, о чем он думал? Он понял то, что я убиваю одного в смог, я спрею дальше и почему-то не убиваю второго. Значит, он по вектору движения уже от меня ушел правее. Ну, как бы левее, если смотреть со стороны оппонента. И он вытопил немножко левее. Ну, или правее, в зависимости от того, как вы смотрите. И попал. Вот это круто. Тут от MoSports тайм-аут залетел, что немаловажно. Там, на самом деле, я еще вижу от MSL тайм-аут. Тоже вот MoSports взяли паузу. И после этого сразу же MSL написал тайм-аут. Нужно подумать. Нужно сейчас прикинуть, какие варианты у нас еще есть для того, чтобы удивить команду Норс и выйти еще в преимущество. Ведь на стороне диффенса нет такой примечательной штуки, как постановка плентая плюс 800 долларов. Если проигрывают Норсы свой бай и не оставляют за собой денег, у них по-прежнему будет, ну вот, да, останется там 300. То есть по итогу проектного раунда останется там 3700. То есть опять какой-то бай до 2000. И погнали. Робс, хороший выход на лонг. Забирается Ник, а здесь Керби помочь-то не может. Нужно как-то попытаться выйти. Керби находит свой минус, понимаешь, что где-то возможно засидим еще есть. Оппонент 1 хп у Керби. Керби погибает от Робса. И молодой, если не сделать два минуса, тут быстро вырвучили зигзаг. Тем временем просто развели, как пачку Юпи. МСЛ, Лима уже 3 в 3. Да, Эйзи. Ну-ка, 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 Эйс Труп. Понимаешь, что где-то там. О-о-о-о-о-о-о! Что-о-о! Что-о-о-о! Это такое сейчас было! Господи боже, что это сейчас было! Оскар и Снакс остаются вдвоем против двоих оппонентов Эйзи и МСЛ. Снакс, МСЛ, Эйзи... Ну, поп... Вот это был хороший нооскоп. Не, ну это жесть какая-то. Я не знаю, что эти люди вообще делают. Это не люди, это какие-то терминаторы. Снакс от не коронит одного, кукли стоял, не получился. Эйструп остается против Снакса, а Снакс это видный клачер. И Эйструп не справляется, это 0-6. Дайте нам, пожалуйста, повтор. Это действительно было очень круто. Такой прострел сумасшедший, где-то на запах. Или там увидел какую-то часть каски, говорит, ага, вот ты где, зайчик. Не, ну вот этот вот килл в стену, это просто незаконная тема. Но нам показали Снакса, к сожалению. Ну, Снакс хороший клачер, да, он еще Virtus.pro показывал. Кстати, тут по поводу пистолета у команды Norris, то есть пострадают немножко. Возможно, Мауспорт все-таки свой седьмой возьмут. По поводу, кстати, Virtus.pro, тут инсайдовые темы залетели. В плане Кубина там и сравнение Кубина с Ломоботом, что это просто небо и земля. И, опять же, судя по всему, Снакса все-таки в Мауспорт достаточно комфортно. А Virtus.pro было некомфортно. Там еще, возможно, какие-то личностные были конфликты в Virtus.pro. Почему сейчас весь состав разваливается и старичков останется лишь Паша Бицепс и... Скажи мне, я тебе скажу. Бьяли уйдет. Бьяли уйдет. Нео, да. Нео и Паша Бицепс. Все. А там, да, конечно, можно подсобрать, но об этом уже давно задумывались. Опять же, о том, чтобы пересобрать Virtus.pro и почему бы нет. Ладно. О Virtus.pro поговорим попозже. Когда Virtus.pro будет сыграть. Что называется, игрой мажет Оскар, хотя казалось, что прицел вот он на голове и... Прощай, игрок на пленте, но нет, так не работает. Смоки прилетают и ждет Саня Бека. Саня Мастеля, да, убил где-то на миде там. Опять же, со стороны тистайда. Снакс Крижей убивает Ника. Ну, 3 в 5 пока все чисто для маус-бор. Нет, Айти здесь затопил прямо из дегла. Я бы это назвал в каком-то смысле спреем, потому что просто все выстрелы подряд. Настолько, насколько это возможно. Пока что 0,5, пока что 0,7, пока что мыши... У них все получается, у мыши все получается. Все, что они хотят, любые выходы. Выход на лонг от Робса. Тиммейты уже прорывают дзигзаг и просто все идеально. Все получается, все круто. Где-то, да, сопротивляются, огрызаются Норсы вот этими фрагами через плент, прострелами сумасшедшими. Но по итогу есть хороший клачер, который остается в 1 в 2. И у него все тоже выходит. МСЛ, 4 хп, где-то проседает МСЛ. Где Кэп? Ну, попали. Да, он на лонге. Попали. У, Кербик, хорошо. Это уже минус 2. Возможные шансы на первый раунд для команды Норс. Но забегать вперед я бы не стал. Кербик спас... Это не паника ХЕ залетает, а Кербик от нее как раз спасается. Больновато ребятам из команды Норс. Так, 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 вот это вот интересная история. Ну-ка, 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 МСЛ справится с оппонентом или нет. Робс пока что перезаряжает свою пушинку. Падает Матиас. Не получается здесь. Очень... Причем самая стрессовая ситуация, опять же, очень-очень экзекутирует классно команда Мау Спортс. Вообще ни разу не проседает ни по концентрации, ни по идеям, ни по остальным. Ярби проверит ли его? На гитрайсе к Ярби находится? Заметили. А ты тоже заметил пушку, но не среагировал. Наверное, думал, что его не заметили. Вальдемар остается последний. 1 в 3. Но что-то 0.8 попаркивает пока. Ага. А Моуза не взяли бомбу. Они опасаются, что за самоком находится последний враг. А, по-моему, информация по... А, нет, она была. Там же проходил игрок защиты. Соответственно, Вальдемар просто стоит и ждет. А кто же к нему в гости на сети придет? А команда Моуз Спортсапнула бомбу и побежала обратно на Аплент. Вальдемар это передвижение, конечно же, слышит. Но поделать с этим вряд ли что-то сможет. Есть там Молтов, есть флешка. Но Снакса так просто не сжечь. Например, Крис Аджей, у которого 12% здоровья всего лишь остается после контакта с Зигзагом. И я хочу также отметить экономика команды Моуз Спортс. У Оскара будет 16 тысяч. У Снакса будет 16 тысяч. Да, все так. Там просто такие суммы, что можно реально вот скупить все машины на карте ДАЗ-2 и отправиться... И сделать их золотыми. И уехать в тачку. Вальдемар все-таки минусует Снаксевича. Робс и Крис Аджей остаются вдвоем. Ну, бомба поставлена. Вальду, ну, жить надо. А что? Денег нет. В принципе, вообще ничего не хочется. А кушать хочется. Денег нет, а кушать хочется. Просто слишком пока идеально Моуз Спортс отыгрывает эту половину. Экономика... Ну, опять же, да, макросостояние экономика нам на это намекают. Потому что они просто ходят, остаются в живых и убивают. То есть они не умирают. Они недозакупаются. Вальду погиб. Это будет килотрапса. Ой. Ну да, согласен. Пока вот все именно таким вот образом. Вальду погиб, а враг забрал авик и сохранил 4750. Да, вот тут на повторе было видно, что Крис Джей моментом прочекал оппонента. Повернулся мгновенно обратно и сделал свой фраг. А Кьярби не успел даже отреагировать. Он увидел, но понял, что спрей через бокс будет не совсем хорошей идеей. Потому что, вероятнее всего, враг фолловый, а у тебя как бы там 15-15 хп и один выстрел, и ты труп. Да, тяжело. Норсов ставят паузу. Против мышей очень сильно, очень сильно тяжело здесь играть. Атака Мауспортс на ДДасте — это серьезная тема. У Норсов, я помню, были проблемы на ДДасте некоторое время тому назад. Некоторое время тому назад — это чтобы не быть голословным месяца два, два с половиной, где-то три. Ну, плюс-минус опять же. Но это было уже очень давно. Ну, в любом случае, да, они, наверное, какие-то проблемы, в принципе, пофиксили, вроде как бы, очевидно. Не, ну в этом отрезке у всех были проблемы на ДДасте. Ну да, пожалуй. Нет, в смысле просто у Норсов было реально заметно, что ДДаст прям тяжело. Они все пытались-пытались, хотели-хотели его натренировать, да, но было тяжело. То есть вот сейчас должно бы быть лучше, но пока именно в данном матчапе мыши ультуют что-то совсем сильно. И пока я вот особо вроде не вижу, но по стрельбе Норсов я вижу. Они все такие же, как вчера. Да, ультимативные мыши, которые накачались, которые взяли себя в руки и после победы над командой FACE чувствуют себя очень уверенно. И пока что на карте ДАС-2 являются фаворитами, притом такими прям мощными. Они мстят за то, что было до этого, опять же, то, что мы видели против команды Mibor и сейчас, и против команды FACE. Земля и небо абсолютно. То есть ребята полностью пересмотрели все, они взяли себя в руки. Опять же, вот, объяснялись в интервью. Кто там у нас говорил, рассказывал Санни, по-моему, да, как раз таки то, что они после 16-1 вышли на улицу, поговорили там, подсобрались и все начало получаться. Тем временем выход снова через зигзаг на Апленд. Там только один игрок защиты. Ну, где-то далеко на Лонге находится еще помощь. Это Нико пытается MSL с дегла спрейдить. Ничего не получается, хотя спрейд с дегла такая себе идея. Но найти кого-нибудь нужно было, если погибает ERP. Хорошо, один фраг дает. Но бомба будет ставиться под зигзаг. Ну, может, какие-то шансы есть еще 4 на 4? Да пойдут по-любому. Нет, на пистолеты понятно то, что это не самое сильное оружие в этом мире. Но, может быть, как-нибудь. Нет, все-таки Сани Нико хоронят. Вальде пока не понимает, куда конкретно можно выходить, потому что непонятно, где вообще оппоненты. Поэтому и находятся на месте. Но пока, наверное, выглядит как DP. Сани убивает Эйзи. Керби пытается простейнуть. Попадает по Сане, кстати говоря. Сани, видимо, будет уходить. Вальде, наверное, ждет все-таки свою добычу. Он понимает, что где-то там, наверное, оппонент. Но Вальдемар это очень методичный игрок. Не справляется. Он действительно дождался, но не получилось. Керби все-таки за товарища отомстил. Ой, хорошо. Третьего. Красиво. Квадрокелл от пьярби. Вау, вау, вау. Тихо, тихо, тихо. Маркус, тихо. На самом деле громко-громко. Продолжай, пожалуйста, потому что ваша команда пока что немножко пораунно проигрывает. Но, черт возьми, как они стреляют? Немножко. Немножко? 0,9 это немножко? Ну, такое, в общем, да. Да, было ВП от команды Норс. Да, есть сейчас чем отвечать коллективу. Норс, правда, это всего лишь девайсы. Были бы эти девайсы еще и так эффективны. Снова Моуспорс, посмотри, просто в пустейший миддл заходит. Начинают идти дальше. И тут только двое игроков. И вот он пошел. Первый контакт. Керби забирает одного. Дальше ответочка от Робса. И здесь же Вальтемар Банлица. Нормальный макияж на Кристо Джей. Видели, видели? Он просто подрубил просто. Вот этот вот киберпункт 1338. И у него все получилось. 3 на 4 игровая ситуация. От команды Норс меньшинство. Эйзи на дальних находится на В. Опа, закрывает Оскару. Очень хорошо. Так, на дальних все-таки скрывает Лесу Эйзи. Но вот занимает все-таки бэплент, ребята, из команды Моуспорс. Отпустили полностью миддл Норс. И Моуспорс, по-моему, то ли знали, то ли просто решились. Да давайте сыграем миддл. Мидд ту Би погнали. При том, что все это было с плитом через Темку. И у них все получилось. У них вообще все получается. На первой половине так точно. Десятый для Моуспорс. Пока что разрывная половина. 1-0-9 МСЛ. Три фрага у Ника. Но только Кьярби выделяется. И Кьярби идет наравне с игроками Моуспорс. И да, как мы видим, тут нас опять же намекает на экономику. Сколько выживал у команды Моуспорс. Зачастую это большинство. 3-4-5 человек. Ну там по смертям тоже видим. 3-4-5-6. А у всей команды Норс 8-9. И все довольно грустно. Утилити дэмэдж у коллектива Норс 0-0-0-6-0. То есть с грантами они работают довольно плохо. Не читают оппонента, куда они могут выйти, чтобы донести хотя бы какой-то дэмэдж. Начальный сутилити. Ну вроде как, да, согласен. Вроде как так и получается. Пока что... А бескомпромиссная игра на самом деле от команды Моуспорс на Додасте 2. Пока что добавить особо нечего. Ну это все, это уже поплыли, поехали там. Ну не совсем аккуратно. По-моему они там немножко забади-блочились, если я правильно увидел. Не уверен в этом, то есть не буду утверждать. Но Оскар такой выход делает уже дважды. Первый раз он, по-моему, в прошлом раунде попытался. Но никого там не обнаружил. Игроки Норс успели пробежать. А в этот раз что-то завтыкали. И по факту дали Оскару вот такую возможность. Киарби снова жмет у нас пальму. И Оскар это дело ждет. Три в пять. Подставились просто Норсы. Хотя никаких вариантов, наверное, не было. МСЛ не стреляет даже по Сане. А это два в пять. И один страунд для Моуспорса верать не всего. Да, слушай, пока все так. Ой, как жестко, да. Сложно, да? Согласись. Тут что-то как-то... Даже если Моуспорсы умирают, у них просто такая экономика была. Выглядит как... 0.15? Не, вот на самом деле, я вот не люблю такие вещи говорить. Это слишком экстремальная тема какая-то. Вальдемар хоронит с Лакса. Отлетает Ника. Бальдер делает еще килл. Но тут уж 180 градусов MLG-шот было сделать сложно. То есть 1.14, окей. Окей. Да может быть, я не знаю. Тортильле написано. Там, по-моему, финский флаг там был. Я не уверен. Я не знаю, что... Они болеют, пришли поболеть за Станья. Что за хэштег именно Тортильле? Тортилье. Черепашка, черепашка. Мне жалкие букашки. Супер-ниндзя-черепашки. Еще один девайсный раунд от команды Норс. 12-й раунд вообще, в принципе, в игре. То есть Норсы просто не отвечают. Мы пересчитываем арифметику. 1 плюс 1, плюс 1, плюс 1 и так далее. Так, минусует Ника. На машине задержался. Коробку поджали. Не получилось. И не отжали. И не отжали. Да, я не уверен насчет того, что это была хорошая идея или нет. Она всегда бесконечно рискованная. И в этот раз тоже не получилось. Нет, Норсы просто пробуют все, что угодно. Они уже понимают, что летят 0-11. У них ни черта не получается. Ни дефолты, ни какие-то поджимы, ни бусты. Хотя можно было, наверное, сыграть хитрее где-то моментами. Или надежнее. Но у Моу Спортс просто все и по стрельбе, и по тактикам, и угадывают. И просто все феноменально по стрельбе. Но Оскар Тейзи погибает. Ну, господи, боже ты мой. Две снайперские винтовки у атаки. Снахс ждет к Ярби, погибает еще. И что ж такое-то? Норсы действительно рискуют выйти на 0-15. И вообще я не могу... Интересно было бы посмотреть... 0-16 в полуфинале, а Норс Моу Спортс одна из... Это куда? Это тот полуфинал, о котором я говорил. Мол, я вот это вот все интересно будет. МСР Вальдер, кстати, даблкил делает. Ну, в смысле, покел он на друг друга. На каждого. Так, Оскар с Ноксой Крис Жей втроем. На самом деле, даже особо сомнений нет. Ой, хорошо. Хотя, Матилл сделает киллпост на Ксю. Ну-ка, Оскар, я думаю, что, наверное, твой выход. Так, сейчас будет выход от... Кто там, Вальда? Он уже на зигзаге. Промахивается Оскар. Шансы неплохие для команды Норс в этом раунде. Через них идет игрок защиты. Это МСЛ забивает одного. И тут же есть информация еще и по... Господин забирает его! Это 12-й для Моу Спортс. У них не получилось. У них не получилось взять даже один раунд даже сейчас. Хотя, это, наверное, тот самый момент, который был ближе всего. Конечно, конечно, тебе смешно. Вы тут топчете просто что-то, а мы идем дальше просто. Ну, Норс, это же седьмое место. Норс, мы пятое. Где же растопчем? Вообще там, без шансов. Все так, согласен. Снова бай для команды Норс. Они закупаются просто каждый раунд. Борис Некстер рассказывает с одному, рассказывает с второму. А третьего не ждал. Не повезло чуть-чуть. Поляк вот тут же отвечает Крис Жей. Четыре в два. Ну и что-то Норс и понимают, что дело пахнет не то, что жареным. Уже паленым прям уже несет. Как проводка сгорела. И все тут уже. Либо бей, либо беги. Но это просто, не знаю, это уже понесло ребят не в ту степень. Они закупаются каждый раунд. Они понимают, что у них на дасте ничего не идет. Вообще не в ту степень. Действительно, может быть такое, что в полуфинале DreamHack в Стокгольм увидим счет между такими топовыми командами 0-16 в первой карте. И... Ну, это было бы довольно забавно с точки зрения статистики, как вот отдельный сенсационный такой случай, что ли. Притом это не Астралис, там, Грейхаунд какие-нибудь или там... Не, просто тут... Ну, как вот возвращаться, да? То есть это какая-то, как обычно, надежда на вторую половину, мол, а тут, простите, уже 12-й раунд у команды Маус Спортс. То есть если вам брать, то брать все подряд, а вы уже 2 в 4. То есть а что тут, простите, вам брать тогда? На рекламе находится господин Вальдемар. Против него 4 человека. Вальдо убивает одного, умирает от второго. Ну, вроде один к одному. То есть какие к нему претензии-то? Эйзи-труп остается последней. У него ФАМАЗ, у него СМОК. Но он не СМОК. Но он не СМОК, да. Ну, мы забегаем вперед, но, в принципе, очень похоже на правду. Ну, смотри, китов нет, ФАМАЗ позиции не знает. И как бы все очень быстро. Не, ну, позиции узнает, не проблема, просто... Так, одного слышат, двоих нет. Ну, понимаешь, что где-то на лонге, возможно, на зигзаге. Эйзи присылает одному, а дальше, а дальше кроссфайр, и попробуй выйди вообще отсюда. Не, не получится. Ну, там еще и снайпер был. А там в фрешке, по-моему. Да. Подпрыгнул и получил хэдшот. Все так. Стандартная тема, особенно на ММчике, подпрыгиваешь, получаешь хэдшот. Такое случается. Да, не такие веселые лица у ребят из команды Северных Королей. Потому что что-то корону пооптесали немножко. Железный трон перевели в металлолом. И сидеть больше не на чем. Картонку под попу подстелить, и, в принципе, нормально пойдет. К сожалению, про эту карту даже говорить нечего, кроме как хвалить Моу Спортс. Да, в целом, да. И разбирать, действительно, наверное, по раундам, где могли быть шансы у коллектива Норс. Вот именно где и кто как сыграл. Потому что, ну, по фрагам, я уверен, что там вообще боль печали смотреть. Абсолютно нечего, некуда. И сами Норс взяли защиту себе. Сами Норс закопали себя изначально, как мы видим сейчас. У них защита не готова абсолютно. Возможно, они от этого отталкивались. Потому что давайте попробуем защиту взять, ну, хотя бы что-нибудь, а потом на атаке... Не, ну, я помню то, что у них были проблемы. Сейчас я вижу, что проблемы вообще-то все еще остались. То есть то, что я помню, совпадает с реальностью до сих пор. После, опять же, и игровых каникул игроков. Так, 5 на 5 боевые ситуации, дорогие друзья. Все еще давайте на раунд для команды Норс. И зиминус сани О. Ну, а планы дали полностью. Да, дали, но вот это вот... Вот у меня чуйка какая-то есть. Мне кажется, что что-то... Ну, подожди, я не буду забегать вперед. Ладно, ладно. Может быть, Моу Спортс и так разберутся. Хорошо. Ну, давай посмотрим. 4-5 китов у команды Норс нет. Есть зато две флешки и... Что там еще? Смоук, под это можно попробовать зайти. Оскар чекает и видит голову оппонента. Но прилетает Смоук, и под него Норсы могут выйти. Еще флешечка. Но тут... А флешка хорошая. Снакс ничего не видел. Снакс пытается. Оскар просто там какое-то миссимо происходит. Вот точка А. Оскар снова машет, расслабился. Расслабился дедуля, но команда поддерживает. Это уже 1-2 и... Ой-ой-ой. 0-14. Чуйка подводит. 0-14, дорогие друзья. 6. Мы быстро идем к 0-15. Ко второй карте мы быстренько идем. Да. Сколько вообще? 15 минут. Мне просто интересно, сколько она на самом деле шла. Чисто физически по времени. Потому что... Ну, может, минут 25. Пока паузы там были. 14 раундов подряд. В смысле, ровно 14. Никакого же ответа нет. Это супер вообще. Гига-мега быстро. Ой. Три эмки четвертых. Плюс MP7. Плюс MP9. У команды Норс. Ну, давайте хотя бы один-то, не знаю, размочить еще. Согласен. Поверьте в себя, чтобы были хотя бы какие-то шансы. Ведь одна ошибка во второй половине. И ГГВП. Дальше ваш инферно. С таким настроением, когда вас просто уделывают 16-0. Ну, немногие могут собраться, хотя Норс с Авой могут что-нибудь там поделать. Что-нибудь подумать о чем-то, о жизни. Так. Ну, на последний раунд. Дорогие друзья, соберитесь. Вот на ящике тоже написано 14. А возможно, это байт. Это на то, что Моу Спортс расслабится. Скажут, типа 16-0 Норсов вообще уделали. Это как на одном из важных, по-моему, матчей на Интернешнале. Одна из китайских команд. Это как призамин, хочется сказать. Нет, они взяли себе Минерран, я думаю, что дотеры поймут. Просто порофли одну карту, а потом две расслабленных оппонентов вынесли. Там такой был сумасшедший. Все думали, что это за такой 3-2-2. А потом мы поняли, что это просто специальное такое расслабление оппонента. Может, я такое помню? Течка и Бучка был, что ли? Или это какая-то другая карта была? Ну, в смысле, Течис и Текис. Там Текис и вообще какой-то наркоманский пик какой-то был. И Пуш, Пуш, Пуш. Да-да-да, типа того, да. Там пиксы просто. 4-3 человека у команды Норс. Но на самом деле, кроме М, особо добавить-то нечего. Потому что 3-5, А5, исключительно идеальное экзекутирование внутри чуть ли не каждого раунда от команды Мауа Спортс. То есть технически ошибки они совершают не то, что очень много. Большинство ошибок не тактические, а механические. То есть и по Оскар промахнулся, например. Ну и бог то с ним, господи. Остальные по позиции кто-нибудь закроет. Ну, то есть такая история. Наши аналитики еще дополнят, конечно, они скорее всего плюс-минус. Вот это же скажут, просто раскроют вероятную тему. И все такой, хе-хей, я перекрою. Девайсики. Давай кидаться в... Не знаю, давайте типа Норса такие. Мы не возьмем туда, сэйзи такой, господи, все. Я просто постану покидать девайс в тебе. Я просто постану. Потому что это и так-то понятно. 0-15. Такого еще не было на этом турнире. Это знаете, дорогие друзья, вот замечательная песня замечательной группы. Скажите название группы, вспомните, пораскиньте немножко мозгами, пожмакайте, да? Вот это вот. Вот. И это команда Норс, на самом деле, тут кусает, кушает пыль, собственно. Потому что... 0-15. Потому что, интересно, вот, да, да, киберпункт. На самом деле, вообще-то там прыгнул, конечно же, было слышно. Но мне в любом случае нравится этот забавный эффект. А давно ты вообще помнишь на про-уровне, вот в таких матчах официальных 0-15 с половиной? Давно ты сможешь помнить... Так это... Это перк Маус Спортс. Ты в RPG, что ли, не играл? Создаешь свою команду. Знаешь, вот старый RPG, который изометрический, там, ты команду должен собирать. И там пошаговая, типа, с паузой, на пробел паузу нажимаешь. Короче, типа, пошаговая RPG-шка такая. Ну, она в смысле реалтайм, но можно, короче, в реалтайме в пошаговом режиме делать. Вот. И когда Ломобот создавал свою команду Маус Спортс, играл в RPG, он такой, берет перк. Очень редкий, знаешь, шанс выпадения, господи, шанс выпадения 0-0-0-0-0.1. Вот. Он такой, 0-16, короче, пацаны. Потому что, ну, Маус Спортс 0-16. Мы же помним карты от Маус Спортс 0-16. Вторая пистолетка, короче говоря. Много, наверное, лишней болтовни не о том, но просто карта такая, простите, пожалуйста. И интересно было бы посмотреть 0-16. Да, действительно, это было бы здорово увидеть такое в рамках такого турнира и между такими командами. Это, конечно, жесть. Это жесть. У нас был 16-1. Тут Снакс, Оскар, и, по-моему, 0-16 все-таки сбудется. 3-5. И меньшинство. Норсы вообще ничего не было. А тут в спине уже. Нет, 3-3, подождите. 2-3. И Маус Спортс подает там 16-0 или да? Ну-ка, ну-ка, подожди, подожди, подожди. Да вот реально интересно. И ты есть, и ты есть. Пожалуйста, я даже не знаю, вы возьмете либо один раунд, либо 0-16. Короче, мыши. Ну-ка, ну-ка. Так, Вальдо минусует тропса. Крижей. А мыши вот, они такие типа начали торопиться. Эй, там вот это все. Оскар, если он не промахнет, если он не промахнется, Оскар, Оскар, не получается, Оскар. А его помощник на дальних, на дальних перестреляет с Юспа, не получается тоже перестрелять с Юспа. Что ж такое-то? Что вообще происходит? Что за фантасмагория какая-то? Я вообще не понимаю. Ой, как близко так. 16-0 все это движуха. Есть дефьюз-киты. Нет, что закинуть ни смока, ни флешечки. И Норсы до последнего не теряют надежду на камбэк. Как больно, 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 больно. Два есть, это 16-0. Что? Что? Почему? Зачем? 0-16 счет. 0-16. Ну, 16-0, окей, ладно, хорошо. Я такого давно не видел. Ты отбиваешь пятюню кулаком ломоботу. Это шикарно. Просто пятюню кулаком, вся пятерня просто заряжается в кулак тренера, точнее, в ладонь тренера, и все хорошо. Но это 16-0. Это неожиданно. Я не знаю, если бы такая была ставка, будь ли 16-0 на букмекерских конторах, там был бы, наверное, коэффициент 1000. Потому что такое предугадать нельзя. 16-0 за Маус Спорт, да, на собственной карте, но... Мне рубашку, в принципе, можно не менять. Мне просто стикер прилепить. Маус Спорт, короче. Все, и готово. Я давно не помню 0-16 на Лан. Так, вот мы вот с Олегом пойдем в японские флешбеки вылечивать, а наша студия аналитики разберется, что здесь пошло не так. Все пошло не так. За всю боль, которую вчера получила команда Маус Спортс на первой карте серии Бест оф Три против Фейс, она сейчас отыгралась. 16-0. Когда последний раз вы вообще помните такой результат? Ну, 16-1 было совсем недавно. Совсем недавно. Ну, они даже перестарались, перестарались на один больше. 16-0, неплохой результат. Неплохой. Тут как бы можно выделить полностью доминацию одной стороны на дасте 2 за атаку. Также можно это выделить на карте кэш, также можно выделить на карте нюк, также можно, не знаю, на какой еще карте. Ну, на трейне может быть за контрол, да, отчасти. Ну, такие карты существуют. Ты относишься к 100% доминирующей карте атаки. Да, да. Ну, не знаю. А вот трейн, нюк, это там, ну, КТ 100% доминирует. А даст, ну, 60-40, я думаю. Ну, я бы не давал прям вот такую сильную. Ну, 15-0 за атаку, это... Ну, то есть вообще, если ты выиграешь на дасте 2-ом, там, 13-2, 11-4 за атаку, то практически это победа, согласись же. Да. Практически, да. Но я отношусь на равно эту карту к доминирующей за атаку. Ну, то есть, по-вашему, 16-0, но это не то, чтобы прям вау на карте даст 2. Такое реально, типа, из-за того, что террористы изначально сильнее, чем контик. Ну, это не на нюке, когда ты начинаешь за атаку и берешь на сраундах. Из-за того, что АВП изначально сильнее. Ну, там, на самом деле, реально много Оскар-энтри делал и перестреливал MSL. Ну, не только MSL, но, в принципе, даже первый бай, насколько мы помним, Оскар просто посадили в яму, он сделал 2-энтри. Там непонятно, почему товарищ MSL, когда его посадили в яму. У MSL, кстати, вот опять к разговору о том, что вчера он выдал очень неплохой перформанс, сегодня игра не шла совсем. Ну, равно как у всей команды, наверное. Вот, кстати, на эту тему вопрос. Это Маус суперкруто сыграли или это Норс ничего не смогли? Ну, я бы сказал, что Норс ничего не смогли, а Маус это сделали нереально круто. Как бы таких нереальных крутых раундов я не увидел. Я видел, что просто контры как будто бы сдались, что они не возьмут ни одного раунда, начали по одному поджимать все позиции, а мышки стоят просто, кого ждут. Ну, и получаются изи фраги, изи все. Мы видим, что команда Маус Спорт спокойно занимает длину и оттуда всех комбинет. Да, ну, мы же сказали, что проблема была вся в длине. То, что Норс не контролили вообще длину никак, давали занимать. Если респы были у Маусов, они бежали. То есть, можно сказать, что просто у Норс не разобрано занятие длины за защиту. Тогда, знаешь, вот если бы я был координатором, я бы сказал, пацаны, давайте хотя бы сыграем 4А, одному дадим смог на пробег, чтобы терра не посчитали, сколько там пробежало на Б. И попробовал бы принять 4 длина. Попробовал как-то, не знаю, поджать верхнюю Т-шку там втроем бы на размин, законтролируя какое-то участок карты. А так, ну, то, что я видел, Норсы просто играли в стандартный дефолт, там 3 плюс 2, их все время там ломали через длину, они ее отдавали, принимали зиг, но мышки понимали, раз мы заняли длину, значит, мы дадим смоки на просвет, да, в КТ, и просто будем занимать аплант и потом зажимать, ну и все. Как бы Норсы в этом плане как бы чуть глуповато играли в этом плане и не меняли свою игру, не перестраивались, не подстраивались, ну, не знаю. Как-то, ну, собственно, такое и счет. На самом деле, вот статистика у нас перед глазами, и что, на мой взгляд, очень примечательно в такой игре особенно, это то, что вся команда Маус Спортс очень здорово отыграла по фрагам. То есть все практически, ну, то есть во всех раундах получается, Маус просто даже перестреливали Норс везде. Ну, так и получается. Если ты идешь на Б, берешь раунды, если ты идешь на длину, берешь раунды, если ты идешь по Зигу, если ты делаешь Б плюс центр, ты всегда берешь раунды. И во всех этих случаях все твои игроки делают опенкилы, разыгрывают, остаются в большинстве, и все. То есть все, команда играла в целом. И ты как контр понимаешь, ну, мы ничего не можем сделать. Такое бывает. Когда ты начинаешь, попадаешь под доминацию, тогда надо брать тайм-аут и как-то угадывать. Знаешь, когда ты уже летишь 8-0, то пора уже задуматься о том... Смысл сыграть 5-А просто, на фарт. Два, пойти в Зиг, три, попытаться занять длину, ну, как-то угадать, переломить. Даже такой пойти олын, даже если тебе нет гранат, у тебя нет АВП, ты все равно можешь дать на просвек и, ну, как бы, сыграть олын. То есть все это поймут, даже комментаторы, аналитики, и даже те, кто смотрит игры, они поймут, что команда пытается переломить и пытается угадать. То есть если террористы пойдут все-таки на А, то там будет 5 контров, и они могут как-то переломить, зацепиться за что-то. А так они даже зацепиться ни на что не могли. Кстати, команда Норс уже где-то в пятнадцатом раунде, ну, то есть вот это подбрасывание пушки вверх, то есть, ну, видно было, что он не играет уже этот раунд. Вот если команда заканчивает половину 15-0, проигрывая 15-0, есть ли вообще смысл продолжать, или уже можно просто сливать и переходить на следующую? Ну, все зависит от настроя команды. Бывает такое, что ты взял пистолетку, взял первый бай, 15-5, и там уже начинаешь точить, а чем ближе, ближе, с 15-10 ты уже думаешь, ну, вот все. И там потом невероятные клатчи идут, невероятные хэдшоты. Да, можно потащить. И тащишь, да, можно. Можно потащить. Ты видишь, что даже террористы, когда поменялись сторонами, они даже до конца играли пистолетный раунд, даже если они проиграли 15-0, они как бы понимают, что они возьмут пистолет, то, возможно, это будет один из самых грандиозных камбэков, да, на этом турнире. Но так не получилось, они проиграли пистолет, но, в принципе, хейтит команды-то не надо, у них еще все впереди, еще играют они Инферно свой пик, да, звалтебл пик мышек, они его реализовали на все 100%, да, Норс ничего не могли сделать. А сейчас посмотрим, что будет происходить на карте Инферно. Ну, на самом деле, вот мне интересно, Маус прошли через практически такую же точную историю еще буквально вчера, они справились вот с этим давлением, которое на них упало после проигранной карты кэш. Вот Норс, на мой взгляд, эта команда, ну, у меня есть ощущение, что они не смогут по морали вывести так, как это сделали Маус вчера. Ну, то есть после такого поражения, там, ребята вышли на улицу, выдохнули, пообщались, вернулись, выиграли фейс на двух картах. У меня есть ощущение, что Норс как-то уже смирились, наверное, что ли. Мне кажется, знаешь, что после вчерашней победы над Нави, они как будто бы, не знаю, на вчерашнюю победу так праздновали, так хотели вчера выиграть, что вот после вчерашнего выигрыш, они думали, что все, мы типа самые уже крутые, знаешь, ну, когда ты ставишь себе цель на турнире, не выиграть сам чемпионат, а, допустим, там... Обыграть Нави. У тебя там, допустим, обыграть Нави, для тебя такой-то, допустим, там, барьер есть, да, ты его преодолеваешь, и это для тебя было лучше, чем выиграть турнир. Ты получил массу комфорта, ну, массу удовольствий, и потом, когда ты на следующий день играешь против другого оппонента, ты думаешь, блин, зачем мне этот турнир уже? Я уже вчера его выиграл, я уже выиграл ту команду, которую я хотел. Ну и все. И дальше уже, ну, не знаю, то ли они не собрались сегодня в Норс, я не знаю, просто я пытаюсь что-нибудь, не знаю, подумать, что могло так повлиять на них. То есть вчера это была совершенно другая команда. Да ничего, просто не складывались. Они же и Керби делал в зиге 2-3, они потом проигрывали раунд 5-3. Ну, просто, видать, не проснулись реально парни, потому что очень плохо, не хотели как будто выиграть, играли, как обычно играют, не было такого желания. Поэтому давай мы посмотрим Инферно, там будет видно. Ну, подасту сложно судить, если Инферно опять будет без зубы. Сейчас мы увидим MSL на САВП на банане. Я увидел его только что. Мы увидим MSL с АВП, мы увидим MSL с АВП и посмотрим карту Инферно, а смотреть мы ее будем на самом быстром интернете от Мегафона. Генерального партнера русскоязычной трансляции турнира. Совсем небольшая пауза, и мы вернемся. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...